Всем привет! Я Роман Цымбалюк, корреспондент агентства УНИАН в России. Смотрим вместе итоги недели из Москвы о событиях и высказываниях, которые касаются нашей страны. Сегодняшние итоги выходят в субботу, не в пятницу, скажем так, по техническим причинам, потому как был в Киеве на этой неделе. И могу вам сказать только одно, что информация российских телеканалов о страшном экономическом кризисе в Украине сильно и сильно преувеличена. Итак, начнем. Год назад могло показаться, что в России появится новый национальный праздник. 8 ноября прошлого года в гонке за главное кресло в Белом доме Дональд Трамп победил и оставил позади свою соперницу Хилари Клинтон. Это событие в России тогда несколько месяцев воспринималось как исключительно российская победа и можно было даже сказать Трамп наш. СМИ, политики и эксперты России размышляли на тему, как будет здорово поделить мир поровну на две части между Москвой и Вашингтоном, ну или на три между Вашингтоном, Москвой и Пекином. В Госдуме аплодировали. Хилари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов. Кто-то пил шампанское. Сегодня большой праздник в Америке. Поздравить всех наших граждан, которые тоже косвенно болели за победу Трампа, это наша общая победа, это праздник. Как говорят у нас в Украине, не так сталося, а гадалося. За год Трамп так и не смог преодолеть русофобское наследие Обамы, не отказался от поддержки Украины и даже не снял санкции. А наоборот, санкционное давление на Россию было значительно усилено. В России почему-то считают, что у американцев нет чувства юмора. Ну, мне кажется, они все-таки ошибаются. Ну, согласитесь, не просто так, а год спустя после победы Трампа, Конгресс США одобрил новый бюджет, оборонный бюджет Соединенных Штатов, где 350 миллионов выделено на военную помощь Украине, в том числе не исключена поставка летального оружия. 350 миллионов зеленых баксов, может быть, это не так много по сравнению с гигантским оборонным бюджетом США в 700 миллиардов долларов. Здесь главное, что политическая поддержка нашей страны продолжается. Ну, и мы уже давно поняли, что защищать нашу страну нам придется в любом случае самим. Як-то кажуть, на партнере всподевайся, а вырубляты власне, сучастне, потужне ракетные комплексы не забывай. В России же антиамериканская истерия нарастает, и если Трамп еще ничмо, ну, если оперировать российской терминологией, то уже на пути к этому определению. Еще на этой неделе в России возмущались, как тут говорят, происходящему в Украине. И если суммировать весь список претензий, то придем к простому выводу. Москва до сих пор недовольна фактом существования независимого украинского государства. Украинские власти уже не знают, как еще привлечь внимание к своей, так называемой, бескомпромиссной антироссийской позиции. Своей политикой режим загоняет сам себя в угол, в тупик, потому что националистически ориентированные элементы будут требовать все больших и больших проявлений того или тех наставлений, которые давал этот кровавый Майдан. Победа Майдана действительно была оплачена колоссальной ценой. Своей жизнью поплатилось более ста граждан Украины. И с этой точки зрения эпидет кровавый он все-таки уместен. Но парадокс заключается в том, что подозреваемый в этих ужасных преступлениях скрывается на территории России. И не просто так российская сторона отказывается выдать Украине бывшего командира киевского Беркута Кусюка и его подчиненных. Они это объясняют тем, что эти лица получили российское гражданство и по российскому законодательству не могут быть выданы в другое государство, в другую страну. Получается, что таким образом Россия поощряет лиц, которых подозревают в убийстве своих бывших соотечественников. Лично меня еще забавляет возмущение российского МИДа по поводу запрета свободных гастролей для артистов из РФ. Набирает обороты очередной виток антироссийской истерики. Сто он задает сам президент Украины. На днях он подписал закон о гастрольной деятельности на Украине, в соответствии с которым российским деятелям культуры можно будет демонстрировать свое искусство в этой стране лишь с благоволения ценителей прекрасного из СБУ. Тем самым на Украине вводится режим тотальной цензуры со стороны нынешних украинских силовиков. Удивляться этому не стоит, потому как под запрет СБУ попадают в первую очередь те артисты, те лица, которые публично ставили под сомнение территориальную целостность Украины. Мы защищаемся так, как можем, так, как умеем. И, конечно, несколько слов о вот этом вбросе, о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией. Давайте называть вещи своими именами, что отношений между странами нет уже давно, уже четвертый год, и то, что происходит между Украиной и Россией, называется война. Может быть гибридная или какая-то другая, но суть от этого не меняется. Одна страна захватила часть другой стороны, и гибнут люди. Первыми о разрыве этих так называемых дипломатических отношений написало российское издание «Коммерсант». Кстати, в свое время они же писали о том, что Украина ведет визы для граждан России, чего не произошло. И были сообщения о том, что Украина откажется от ЖД-сообщения между Украиной и РФ, и этого тоже не произошло. Если говорить о том, что же такое дипломатические отношения, это, наверное, в первую очередь присутствие посольств и консульств на территории друг друга. Задача посольства Украины и Москве информировать власти в Киеве о том, что говорят и думают о нашей стране и могут сделать представители РФ. Я лично не уверен, что правильно добровольно отказываться от глаз в Российской Федерации. И тем более очень важно, чтобы продолжили работать консульства Украины, которые помогают нашим гражданам в различных ситуациях. И это не только политзаключенные, которых время от времени пытаются посетить наши консулы, но и текущие вопросы, как выдача различных справок и документов, например, паспортов. Вот я свой биометрический паспорт получил здесь, в Москве, в нашем консульстве. И лишать граждан Украины консульской поддержки в такой сложной и неоднозначной стране, ну, наверное, совсем нелепо. В ситуации, в которой мы находимся, нет простых решений. И хотелось бы, чтобы власти Украины, когда принимают их, выходили из простого принципа и ответили, в первую очередь, для себя на простой, банальный вопрос. Этот шаг приближает нас к избавлению от оккупации или нет? На этом все. Увидимся на следующей неделе. Пока.